Мне хочется поговорить о другом. Я вспоминаю нашу отвратительную и родную коммунду. В ней проживало 6 семейств, в общей сложности 15 человек. Бесконечный коридор заканчивался единственной уборкой. По утрам здесь выстраивалась нервная очередь. Взаимное раздражение среди жильцов почти не утихало. Частые размолвки едва не перерастали в судебные конфликты. На кухонных собраниях обсуждались такие вопросы. Кто сдал посуду Игоря Васильева? Куда девалась тушеная вымя техника Харина? За что полковник Тихомиров обозвал жилищу Свистунову Росомахову? Почему у Довлатовых вечно торчат какие-то странные гости, типа Синявского и Даниэля? И так далее. Причем жили у нас в квартире сравнительно интеллигентные люди. Искусствовед Журавский, волейбольный тренер Альшиц, полковник Тихомиров. Были у нас инженеры, врачи, квалифицированные рабочие. Наконец был я, член Союза журналистов. Тем не менее, страсти вышивали. И главным образом потому, что жили мы в ужасной тесноте. Особые проблемы возникали у молодежи. Например, у сына искусствоведа Журавского была подруга Людмилы. Семья Журавского проживала в единственной комнате. Людмила занимала койку в студенческом общежитии. Побыть вдвоем молодым людям не удавалось. Юный Журавский был человеком пылким и решительным. И он нашел выход. Молодые люди отправлялись за городом. Журавский находил пустующую в зимние месяцы дачу. Взламывал дверь и располагался, не зажигая света. Покидая дачу на утро, Журавский оставлял записку в стихах. «Благодарим вас за приют. Все прочие на нас плюют». Субтитры создавал DimaTorzok